И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я вам расскажу, как работать с графиками на бирже Gate.io. Попытаюсь всё сделать довольно быстро, потому что у меня самого очень много дел в крипте, по ютубу и по многим другим вопросам. А также по крипте обычно я пишу всё, что я делал в своём телеграм-канале, всё, что я думаю. Например, там я писал то, что продал более 90% крипты при битке с 60 тысяч долларов. Пока что я был прав. Также там участвуем во всяких разных штуках, на которых можно заработать. Например, недавно делали свапы, и там был 100% аэрдроп за свап. В общем, там много всего очень интересного, того, чего нет на ютубе, так что переходите. А, я опять чуть не забыл, ютуб могут закрыть, но вы можете продолжить получать от меня контент в телеграме, а также скачать какой-нибудь VPN. Также напоминаю, что биржи Gate.io входят в топ-10 бирж мира. Спасибо им за поддержку. Такс, переходим к сути. Самые распространённые графики на бирже. График в виде японских свечей или линейный. Классический график. Линейный график – это простая модель, которая отображает динамику котировок. Исчерпывающей информации о внутреннем состоянии криптовалюты такой график не даёт. Именно поэтому большинство трейдеров предпочитают работать с графиками, представленными в виде так называемых японских свечей. Он показывает то движение цены, но состоит из отдельных свечей блоков. Каждая из свечей показывает, как цена криптовалюты менялась за определённый интервал. Например, 1 час или 10 минут, или даже год, неделю, месяц. Отрезок может быть любим. Вы, кстати, можете выбрать его на графике. Такие периоды называются таймфреймами. А, и, кстати, если вы ещё не зарегистрировались на бирже Gate.io, то вы сможете это сделать по ссылочке в описании. У вас будет вечная максимальная скидка на торговые комиссии, более 20%, и там ещё всякие плюшки. А ещё у меня есть огромный плейлист, где более 20 видео о Gate.io. Там можно посмотреть очень интересно. Так, а теперь дальше. На графике мы можем увидеть 4 параметра. Open, Close, Low, and High. Цена открытия, она же Open. То есть цена, по которой криптовалюта начала торговаться в определённом временном интервале. Цена закрытия, Close. Цена криптовалюты на момент закрытия свечи. Также можно посмотреть минимальную Low и максимальную High цену. И напомню, что я человек могла ошибаться. Тут у меня некоторые допущения и упрощения допущены, так сказать. Так, красная свеча, это падающая, становится тогда, когда цена закрытия оказывается ниже цены открытия. Кстати, вы знали об этом, так что напишите ещё всякие комменты, там, как вам видос, чего добавить, что-то не так. В общем, японские свечи не просто показывают цену, а дают понять, каких игроков на рынке больше, покупателей или продавцов. Помимо цвета, у каждой японской свечи есть тень и тело. Тело свечи. И есть тот самый красный или зелёный прямоугольник, показывающий разницу между ценой открытия и закрытия. Размер фигуры имеет значение. Чем длиннее свеча, тем больше криптовалюта выросла или упала. Длинные свечи указывают на высокую волатильность. Цена актива может меняться непредсказуемо. А небольшие свечи на низкую торговую активность. Криптовалюта маловолатильна. Но также могу заметить то, что, скажем, какой-то месяц криптовалюта может быть вообще неволатильна, а через месяц выходит какая-то новость. Например, их взломали, и там просто волатильность в минус 90%. Ну, к примеру. Или наоборот, они листятся на какой-то крутой бирже, такой как Gate.io, который уходит в топ-10. И там может быть сразу волатильность подняться. Ну, то есть волатильность зависит от многих факторов. В тени свечи располагаются сверху и снизу прямоугольника и показывают, выходили ли длинные котировки за пределы открытия и закрытия. Кстати, вот это интересная информация. Я думаю, для многих она будет новой. Верхняя тень, ее называют фитилем, показывает максимальную цену, а нижняя хвост, минимальная. Я, кстати, когда только начинал, я, наверное, вообще практически ничего про это не знал. Я считаю эту информацию очень полезной, особенно попрошедшей некоторого опыта в этой сфере. Таксу. На этом закончились все основные показатели на графике, но как мне кажется. Итак, перейдем к настройке графика на бирже Gate.io. После выбора криптовалютной пары у нас на экране появится вся информация по ней. Для начала выставим размер окна с графиком, ну, на наш вкус. Я выставлю большой для наглядности. Справа вы увидите три режима на выбор простой, профессиональный и глубина. В профессиональном режиме вам отображаются те самые статистические элементы, как Open, Close, High и Low. А в режиме глубины вы получаете два линейных графика с показателями покупки и продажи. Напомню, что я сейчас говорю только об основных самых поверхностных частях, кто, ну, мало что знает вообще о графиках и о криптовалюте. Далее я расскажу, ну, в следующих видео более подробно о каких-то аспектах. Вы, кстати, можете указать на них. Я их замечу и сниму про это видео. А также вы должны будете сами разбираться. Ну, скажем так, я вам объяснял основное. И вы либо в комментариях будете задавать вопросы, я буду отвечать. Либо в гугле. В общем, как вам будет удобно. Так, давайте выберем простой режим и продолжим настройку. Колесиком мыши мы можем приближать и отдалять график, также перемещаться, зажав LKM. Слева мы можем выбрать тип графика, линейный и в виде японских свечей. А также выбрать промежуток времени, ну, на котором будет график отображаться. На этом настройки простого графика закончились. Но это такие прям основные настройки. Выберем профессиональный и продолжим. Итак, сверху мы видим иконку в виде свечи. Там мы можем изменить отображение свечей или изменить тип графика на линейный. Чуть левее мы видим иконку в виде графика. Там мы можем выбрать дополнительные отображаемые статистические данные, которые либо добавляются как отдельные графики, или отображаются на основном. Дальше идет иконка настроек. Там находятся все элементы кастемизации. Например, мы можем изменить цвет графика или свечей, отображать цену в процентах, добавить подписи и многое другое. Что касается физического рынка, то там гораздо больше функций, касаемо анализа, графики, функций. Об этом я расскажу чуть позже, так довольно много информации. Так, по графику. Я даже потом расскажу, как ориентироваться по графику. Например, стоит ли покупать, если криптовалюта выросла за день в 5 раз. Ха-ха. Я думаю то, что нет, но потому что она уже выросла в 5 раз. Значит, она вроде как даже и упасть может примерно настолько же, почему бы и нет. То есть, в общем, об этих тонкостях я расскажу как-нибудь позже. Сегодня была основная информация. Подписывайтесь на Телеграм, потому что Ютуб могут заблокировать. Ставьте VPN, задавайте вопросы. И всем удачи. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok